всем привет дорогие зрители с вами мистер шпилкис и мы начинаем новое прохождение игра называется the curse forest или по-нашему проклятый лес это хоррор adventure в котором нам предстоит войти в осенний лес разгадать его страшную загадку здесь обитает какое-то некое существо странное страшное в общем игра должна быть интересная позиционируется как очень атмосферная классная хоррор приключений что уж давайте начинать а 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 Продолжение следует... 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 так а в эту сторону можно но недалеко тем временем костер потух обратите внимание либо прогорел либо кто-то его потушил вы знаете очень похоже вот сейчас мы с вами находимся в метро исход как раз в локации лес вот что-то прям есть такое напоминает так впереди очередная записка и какой-то алтарь непонятный загадочные алтари много мистических событий связаны с этим местом пропажи людей всякие слухи а чудо чертовщине но самым запоминающимся из всех было исчезновение целого поселения которое располагалось там со времен строительства железной дороги она исчезла в один день не оставив ни следа некоторые уверены что поселенцы просто уехали а история об исчезновении глупая выдумка история этого места давненько интересовала меня в конце концов я решил отправиться туда чтобы разузнать все лично я хочу раскрыть тайну этого места но по прибытию и я заметил повсюду множество брошенных вещей не думаю что те кто жили здесь так просто бы уехали оставить столько вещей на произвол судьбы изучая это место я чувствую азарт словно ребенок раскрывающий коробки с подарками я чувствую как каждый мой шаг приближает меня к разгадке тайны но вместе с меня не поковидают ощущение будто кто-то наблюдает за мной на территории поселения нашел несколько алтарей они выглядели необычно похоже они тут стоят стояли задолго до того как поселение было основано не удивлюсь если и тут окажется их тут окажется гораздо больше я решил зажечь один из них это вызвало некие слабые вибрации будто окружение само отреагировал на это действие так странно рядом с этим алтарем чувствуешь себя в полной безопасности мне кажется эти алтари имеют большое назначение может быть они как-то связаны с событиями которые произошли здесь нужно разузнать об их происхождении чувствуешь себя в безопасности вы знаете а ну сейчас просто я проверю свою теорию мне интересно теория заключается в том что чувство безопасности дает что скорее всего сохранение игры и действительно так произошло так мы можем сходить сюда вроде вы знаете вот пока пока не страшно то есть как-то прям до атмосферка шикарная прорисовка вообще всего этого места просто потрясающе пробирает так скажем до костей текстурку залезли так но пока никто не выскочил не страшно стоп давайте поэтапно идти не будем пропускать кусками целые места а место у нас здесь с вами есть интересное это мостик да мостик по которому мы бы пошли а я полез лазить по камням понятно хорошо давайте тогда пойдем по дороге как нормальные цивилизованные люди вы знаете а я почему-то тихо 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 игра вы сдать все вот сейчас уже первые мурашки по спине пошли не знаем или показалось или видел какое-то пятно которое проехала вот сейчас там по земле впереди это слабо слабо заметное пятно проехала по земле так пора убираться отсюда я считаю потому что обвалится сейчас эта арка мало не покажется а вот все таки одно место осталось действительно не следованным вы знаете подмывает меня вернуться все таки вернусь вернусь потому что если вдруг потом мы туда не попадем меня это мысли не покинет на протяжении всей игры и место это у нас с вами как раз находится внизу под мостом просто хочу вернуться и исследовать его я почему-то думал что мы туда попадем в это место но нет дорога уводит нас совершенно в другое место но хочу вот сюда прийти посмотреть что это такое что за зловещий туман и опасно ли вообще заходить в него так а собственно здесь ничего совершенно и нету самое главное что нету скримера это самое главное пока не надо подождите сейчас надо немножко подготовиться немножко окрепнуть морально и физически так скажем но физически то ладно вот морально наверняка скримеры вещь хорошая особенно когда скример качественный но до последнего я хочу оттянуть этот момент как можно дальше действительно очень крутое место посмотрите какая прорисовка шикарная прям атмосферка такое чувство что из экрана прям выливается в мою комнату и наполняет и вот этим зеленым туманчиком ну начинается все зашуршали хустики так-так-так-так что-то происходит карта отлично карта значит мы здесь дом далее злобный заяц злобный олень и злобная рыбка и все у нас здесь красными глазками не считая того что здесь еще кто-то нарисован довольно таки страшно рука с ножом посмотрите да это интересно а карта не забирается с собой да значит смотрим если мы пройдем за дом мы сможем уйти туда и туда сюда мы сможем сходить к рыбке давайте тогда решим во первых попытаемся поискать сохранение сейчас где-то здесь возможно она будет а возможно и нет вот эти двери пугают посильнее книга не берется посильнее если кто-нибудь сейчас выскочил топор но почему почему нельзя взять топор но первым делом любой непонятной ситуации нужно брать топор всегда сейчас я зайду в дом да я помню но пока хочу немножко здесь походить поисследовать посмотреть вот чувство безопасности какой-то вот есть на самом деле чувство безопасности когда мы находимся вот рядом с таким костерком и довольно таки красивый такой получается у нас вами пейзажик обратите внимание так хорошо продолжим нет вниз я определенно не полезу вроде бы там ничего не подсвечивается никаких записок нету не полезу туда лишний раз не будем испытывать судьбу но я определенно видел какое-то пятно пятно темное пятно скользнуло по по земле в направлении вот этого дома воу это наша дверечка скрипнула я думал где-то что-то открылось морковка морковка смотрите а на карте у нас с вами был кто был какой-то кролик злобный слушайте здесь еще советские деньги серьезно интересно какой год в игре так хорошо записка почитаем подозрение сегодня жители поселения вели себя особенно подозрительно они были молчаливее обычного о чем-то постоянно шептались это меня беспокоит поздно вечером на улице было очень шумно я хотел было сходить посмотреть что там происходит но все вскоре утихло я переживаю за сару и отец слишком суров к ней хотя все и видят в нем лидера я не доверяю ему меня не покидает странное ощущение что кто-то следит за мной когда я повернулся на миг мне показалось что в углу моей комнаты была сара меня тревожит что в последнее время здесь происходит много необъяснимых вещей я решил что завтра во всем разберусь мне нужно набраться храбрости и поговорить с отцом сары интересно я сейчас наверняка уверен и мои мурашки там подтверждили я сейчас уверен стопроцентно что здесь промелькнуло что-то темное какой-то темный силуэт так мы с вами нашли морковку а это значит что жители карта по карту можно посмотреть все смотрите она с собой можно сказать значит мы идем за дом и поворачиваем на право получается так давайте попробуем это же человек стоит ну в смысле либо чучело пугало либо человек одно из двух так секунду а это пугало е-мое сбоку стоит не видно вот этих рук расходящихся в стороны такое чувство что человек стоял нет это всего лишь пугало всего лишь пугало боже мой в таком месте всего лишь пугало это уже плюс сток страху али в принципе довольно таки добродушно выглядит отсюда даже какое-то подобие улыбочки такой ну прорисовывается так нам в итоге сюда я не знаю иду чисто по какой-то логике совершенно не а не знаю что что мне нужно делать но я нашел морковку на карте есть кролик вот 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 посмотрите вот эта темнота тьма какая-то я не знаю вот это пятно я вижу или не это определенно определенно сейчас опять куда-то убежала сверху какая-то синева осеневает значит что осеневает значит сохранение быстрее быстрее друг греби на всех парах мы зайдем так скажем сзади ну давайте сохранимся на второй слов потому что если мы все делаем правильно то нам как говорится нечего бояться а если неправильно просто загрузимся сначала надеюсь этого не придется не придется делать знаете подозрительно выглядит вся вот эта вот система ну вот определенно да вы же видите то что вижу я правильно какая-то тьма а нет это просто нора видимо да бачком бачком пушистый друг мой отец не любил когда я уходила в лес он пугал меня тем что на меня могут напасть волки но я понимала что эти угрозы были придуманы лишь лишь бы никуда не уходило лес олицетворял все красоты природы которых читала в книгах я заходила каждый раз все дальше прикасаясь к чудесам обитающим под этими деревьями благоухающие цветы и птицы поющие свои песни трусливые белки ловко прыгающие по деревьям насекомые копошащиеся тут тут то там но одна встреча в лесу мне запомнилась больше всего в очередной солнечный день мое внимание привлек шум что-то двигалась среди кустов но стоило мне сделать хотя бы шаг движение тут же останавливалась я вспомнила страшилки отца волках но не похоже что волк мог бы спрятаться в таких маленьких заросах я прошла ближе еще на пару шагов резко из листвы выпрыгнул заяц и ринулся в мою ринулся в свою нору зайчи жилища находилась совсем близко к тропинке странно что раньше его не замечала на следующий день я вернулась к этому месту но не с пустыми руками положив морковку перед норкой я ждала когда заяц появится он мог быть не дома но я была терпелива спустя полчаса мордочка осторожно высунулся из норы у него была чистая серая шерсть и черное пятнышко вокруг правого глаза недоверчиво одним рывком он схватил морковку и утащил в нору с тех пор я часто навещала его принося угощение со временем он становился смелее и смелее через две недели он не боясь кушал прямо с моих рук зайчик привык ко мне я могла спокойно его гладить он иногда сам прибегал ко мне даже когда приходила без гостиницы мне было одиноко но этот милый зверек помогал мне пережить трудности с которыми мне приходилось жить жаль что счастье продлилось недолго возможно это смелость которую я ему подарила в отношении к людям и виновата в том что охотник его убил порой я считаю что животные достойны большего сочувствия чем люди записка от некой девушки или ребенка возможно не знаю что же давайте попробуем положить морковку но зайчик явно питается здесь не только морковочкой у целые обглоданные скелеты лежат ох ты же есть какая ну что давай я оборачиваться не буду честно я так учился что там кто-то стоит нет этот кто-то смысле это обмен зайчишка и даешь мне ты даешь на человеческую руку я не знаю что я нашел но это выглядит как человеческая рука хорошо так вот теперь скорее всего нам нужно бы пойти сохраниться то вы знаете пробирает игра пробирает реально очень круто действительно очень круто так давайте прямо на второй слот на который сохранялись интересно что будет если попытаться вернуться в той же дорогой кого мы можем встретить здесь шикарное место шикарная игра пока вот все очень нравится атмосферка прям обалденная так у нас с вами есть рука что мы можем с ней сделать давайте заглянем на карту еще раз то есть если мы отсюда выйдем еще где-то мы сможем встретить оленя по пути но давайте попробуем сходить сейчас к рыбе туда где у нас нарисована рыбка так у нас туда ага посмотрите как-то а пугало больше нет и в доме кто-то подтопил либо уже топилась там я не помню либо кто-то реально там подтопил печку а еще ведь миллиметр бы и все и в височек воткнулся будут чудо топор летающий сам по себе так определенно определенно мне начинает начинать нравится эта игра все больше ты швырнул топор меня и балдец с ножом сидит посмотрите деловой какой а я не знаю я не хочу подходить что мне еще нужно от тебя здесь ой пошло-пошло нож отдай так у нас на карте был нарисован кто-то с ножом и с такими вот бровями чудесными кучу слушайте а ведь имеет смысл здесь посещать места по несколько раз потому что явно в них что-то меняется и возможно что-то можно найти заново что-то подобрать например ну что предлагаю сходить на пруд или озеро там или река что там не знаю посмотреть что мы с вами мы можем сделать в тех местах так а у нас как я понимаю да да очередное сохранение отлично а я вот не знаю даже куда ну давайте на третий слог и меня знаете мучает один вопрос 3 из 26 то есть сохранялок у нас то ли ограниченное количество то ли нет непонятно может быть не сохраняться на каждом углу тогда так я видел лягушку но она исчезла а не знаю можно плавать не утонет наш герой подождите какая-то записка есть вообще здесь ничего нельзя пропускать здесь записках даже есть подсказки чудовище в озере ох интригует когда я была совсем маленькой один мальчик частенько рассказывал о большой злой рыбе обитающий в нашем озере он рассказывал как однажды прогуливаясь около озера увидел под водой красный огонек мальчик хотел было нырнуть в озеро чтобы посмотреть поближе но стоило ему зайти по колено воду как огонек зашевелился и с большой скоростью поплыл прямо на него он тут же выскочил на суше пожелав скорее оказаться дома по его словам ему удалось разглядеть преследователя это была огромная рыба и чешуя переливалась ярко-красным цветом а пасть была как у акулы сначала я не поверил ему но потом он показал мне картинки жутковатого сома сравнивая его с той рыбой который увидел узнав какие существа могут скрываться под водой рассказ для меня стал все меньше казаться выдумкой даже когда я выросла не несмотря на утверждение отца что это глупости все равно казалось что где-то под водой в этом озере есть пещера где и живет это жутковатая рыбина изредка выплывающая наружу я так и не купалась в этом озере и не смогла проверить правда ли это рассказ мальчика яркими образами оживал в моей голове где я была вместо него и рыбина успевала схватить утаскивала в темные глубины несколько раз мне снились подобные кошмары несмотря на то а несмотря на этом мне нравилось находиться около этого озера но пугало она пугала и одновременно завлекала своей таинственностью интересно так ну что ж нырнуть до вариант вариант нырнуть или прогуляться вдоль озера но давайте попробуем для начала прогуляться вдоль озера фонарик бы не помешал реально вот здесь не помешал бы фонарик так стоп 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 мы заходим воду ну хорошо давайте попробуем если этот путь то вполне возможно что нам просто нужно зайти вот сюда давайте попробуем даже я ускорюсь для этого как можно быстрее так есть все отлично так а это не басни прорывку мутанта с красной чешуей это не басни как теперь назад эти игра скажи как идти назад подскажи куда чего как сохранится ну что можно долго на самом деле стоять и бояться но мы никогда не узнаем если здесь действительно это рыба что-то мелькнуло но посмотрите вроде бы беспрепятственно мы с вами покинули покинули это жуткое место а может быть это действует на психологическом уровне то есть наш герой нашел записку прочитал и ему стало казаться что действительно он что-то видит вот скорее всего после таких событий наверное имеет смысл сохраняться возможно не стоит сохраняться до хотя с другой стороны кто его знает как это работает на самом деле не сохранишься до тебя кто-нибудь сожрет будешь идти там с более дальнего какого-то место вот сейчас мы сохранились вроде как я профукал сохранение я не знаю что такое а все что есть в этом лесу понятно а это стоп скелет элемент ритуала вот надо сейчас ослабляет тьму и дает спокойствие вот все наведи мышку и прочитай ну конечно ну естественно предлагаете ли гады туда заглянуть нет зачем сколько хватит уже серьезно мне одной хватило знаете я еще раз загляну в этот дом на сам я видел я видел там глаза я вам точно говорю я не знаю я видел вот так люди сходят с ума на самом деле доказывая всем окружающим что он видел где-то какие-то глаза пока пока вроде все нормально для непослушных детей а здесь мастер а мистер твистер мистер шпилкес нашел книгу мистер твистер хорошо ну вроде бы в этом доме больше ничего нет у нас какой путь пойдем сейчас коленю так а здесь подождите давайте пройдемся немного а то мало ли записочка будет лежать нет вроде бы не похоже но пока скримеры такие как бы да они берут вот своей неожиданностью резким звуком каким-то вот что-то такое но в принципе и довольно таки с хорошим смыслом например топор летящий перед лицом что происходит объясните мне что творится откуда ждать опасность я вообще не представляю просто я даже не хочу в эту лужу заходить если честно вот вообще не хочу ой жесть ох вот это прям самое крутое что было с начала игры у меня реально волосы на руках стали дыбом серьезно обалдеть вот это прям сейчас меня действительно торкнуло души шикарно я не знаю там я видел я на самом деле видел впереди да по проходу какие-то глаза светящиеся ли что-то такое но давайте мы как-то пойдем немножко последовательно будем по пути заглядывать во всякие места здесь у нас с вами есть записка костер так скорее всего вот почему то мне кажется что это выход из локации возможно потому что если мы посмотрим на карту то да и туда и туда у нас какие-то вроде бы тупики или или выход из локации возможно хорошо сейчас мы здесь немножко походим у нас очередной алтарь давайте сохранимся в принципе а кто эти костры зажигает вопрос хороший буду берутся постоянно эти костры но тоже ведь реальный жжет так хорошо читаем секреты пещеры контрабандистов я рассказал ян рассказывал мне интересную историю что в нашем лесу есть маленькая пещера где несколько десятков лет назад контрабандисты из города прятали свои деньги потом их поймали обыскав пещеру и забрали все ценное я задавала много вопросов об этом инциденте ведь в нашей глуши происходило мало интересного и любая история имела значение хоть это было и глупо но я постоянно думала что там до сих пор может быть что-то ценное что не удалось найти другим мне хотелось исправиться в эту пещеру на поиске клада но ян остановил меня сказав что там довольно опасно из-за скользкой земли и провалов я верила я ну поэтому так и не решилась на путешествие может быть это было к лучшему но если бы я там побывала ничего не нашла то это место потеряла бы такую ценность в моей памяти все таки в неизведанных местах есть свои красоты интересно у нас получается повествование ведется от лица девушки вроде как мне вначале показалось что по моему от лица мужчины хорошо потихонечку мы с вами разберемся но истории интересные приятного ты читать прям интригует что же будет у нас с вами дальше даже вот на самом деле не хочется бегать честно вот настолько получаешь какое-то странное удовольствие отхождение здесь что даже не хочется бегать вроде бы страшно да атмосферно жутковато но что-то тянет идти дальше изучать рассматривать как-то странно сохранения распиханы почти на каждом шагу только какой смысл вот именно в этом сохранении сейчас в тупике совершенно непонятно здесь у нас с вами что то ли фигуру человека то ли какой-то символ рука не знаю пока ничего в голову не приходит чтобы это могло значить возможно какой-то код шифр не знаю но я почти уверен что сейчас на выходе скорее всего что произойдет хорошо пошло ой главное что сдурела эй ты кочерыжка проклятущее главное после таких моментов посмеяться потому что это нормально действует нет ну вы видели вы видели как говорил тот священник в меме не ну ты видел ты видел еще камнями швыряется хорошо привлечем за мелкое хулиганство смешно да хорошо так вы знаете я туда не пойду в этот узкий проход не знаю почему меня конечно тянет следовать это место но не тянет заходить в этот узких узкий проход что то побаиваюсь я ах ладно черт побери пошли что ж мы бояться то будем все время нет конечно надо нервишки закалять но фигура метнулась какая то заметили да странное непонятное так скорее всего мы сейчас с вами сохранимся в этом месте только вопрос какой твой слот нам перезаписать давайте со второго наверное начнем первый пускай у нас остается как начало игры на всякий случай а я тебя видел кто бы ты не был я тебе видел а нет я побегу пожалуй давай давай друг чего ты не бежишь беги так ведь сердцебиение это неспроста началось такое чувство что наш герой каким-то образом чувствуешь чувствуется происходящий нет 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 жесть ну как почему ладно окей дубль два не понял почему я упал я вроде в последний момент нажал прыжок а ну-ка давайте сейчас рассмотрим кто там бежит сверху ну более-менее сейчас видно чуть-чуть но видно светящиеся глаза так почему упал то вниз дружище пойдем к по-нормальному ага понятно нужно было всего лишь зацепиться а я почему то думаю что все я падаю туда с концами да оказывается выжить можно было ну кто знает слепое прохождение на той слепое откуда все это можешь знать но что я уже уяснил что вот такие вот ловушки могут попадаться поэтому нужно быть внимательным и не попасться в них еще раз так я определенно тебя видел я определенно тебя видел еще раз чтобы ты не было кто бы ты ни был так вот та пещера где мы с вами упали вниз а вот сюда можно нет не можно хорошо но скримеры классные слушайте прям вот некоторые из них реально очень круто пробирают прям как будто чеснока откусил или лимончик так давай давай пыль рассеивайся я не пойду я не пойду пока не вижу куда вот такой вот хитрый ход да хорошо и тут же сохранение посмотрите и тут же прямо сразу сохранение произошло автоматическое это интересно так а вот другой вопрос а куда нам с вами далее нужно давайте посмотрим на карту еще раз значит мы сходили к рыбе мы сходили к зайцу сходили сюда сходили сюда а вопрос дальше куда пока непонятно хорошо я думаю возможно станет понятнее со временем вы знаете когда входишь вот такие вот узкие проходы прям реально не хочется не хочется дальше идти а я знал я знал что что-то должно произойти я был уверен ведь посмотрите это самые первые скримеры которые которые вот такие как я понимаю еще довольно таки щадящие а что будет дальше вопрос но реально хочется идти дальше вот я вам на самом деле говорю я даже понимаю что серия уже потихонечку ближе близится к завершению но я хочу играть дальше я очень хочу посмотреть опять опять пробежал очень хочу посмотреть что будет дальше в этой игре происходить давненько меня так ничего не затягивало вот прям настолько а возможно записка очередная хорошо иди в дом ну хорошо пойдем в дом какой дорогой вопрос подождите куда лень пробежал я хочу посмотреть очень реально посмотреть пещера оленя еще одна записка посмотрите это интересно а ну-ка олень сегодня в лесу я увидел прекрасного оленя его рога были настолько огромны что их можно было бы легко спутать с ветками деревьев крупный грациозный он послужил отличным трофеем но к сожалению на тот момент я не охотился оставив ружье дома но в следующий раз вернусь на это место найду его так посмотрите у нас оказывается все таки повествование идет и от женского персонажа какого-то не знаю закадрового и от мужского от всех идет повествование либо это просто какие-то хаотичные записки которые никак не привязаны здесь ни к чему но тем не менее так смотрите значит мы таким интересным обходным путем про которое собственно вообще даже не знал и не думал что мы сюда придем и попали в дом это здорово так это либо баг текстур либо там что-то происходит тихо 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 игра пощади ой да ладно ну что ну что что ну что скример что кто поймал меня схватил усыпил что случилось усыпил понятно ох как говорится люди с эпилепсией не смотрите на экран так и где мы оказались совершенно непонятно но узнаем с вами об этой об этом во второй серии спасибо что посмотрели это видео если вам оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал в комментарии обязательно пишите ваше мнение по поводу этой игры этой серии канала в целом все пожелания предложения направляйте в комментарии я их читаю и увидимся в следующей серии пока пока пока